Самарские новости спорта Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина сыграет в третьем круге соревнований Ролан Гарос. На этот раз молодость победила опыт. В Париже в трех сетах 19-летняя Касаткина обыграла 33-летнюю француженку Вирджини Радзана со счетом 3-6-6-1-6-3. Теперь на корте Дарью ждет Кике Бертес из Голландии. Продолжается успешно турнир и у самарских пляжников. Крылья советов вышли в плей-офф Лиги чемпионов и выполнили задачу минимум. А уже в матче 1-8 финала со счетом 6-5 победили «Кристалл» из Санкт-Петербурга. Теперь крылья в четвертьфинале престижного евро-турнира встретятся с португальской брагой. Успешно выступают у самарских пятиборцев на чемпионате мира. В мужской эстафете самарская команда Илья Фролов и Олег Наумов завоевали серебряные медали. В Москве, кроме этого, разыгрывали и путевки на летние Олимпийские игры. Самарский дуэт в плавании показал седьмой результат в фехтовании четвертой в конкуре второе место. Комбайн, бег и стрельба победителей не выявил. В итоге у сборной России серебро у Южной Кореи золото. Бельгийский специалист футбола остается в Самаре на третий срок. Франк Веркаутеран подписал с крыльями советов еще один контракт на один год. По словам гендиректора клуба Виталия Шашкова, команде важно сохранять стабильность и планомерно выполнять поставленные перед ней цели. Главный тренер пошел на уступки и теперь будет получать зарплату в рублях. Его примеру последовал и весь тренерский штаб. С приходом в самарский клуб Веркаутерана крылья вернулись в премьер-лигу СФНЛ, где стали чемпионами России. А в высшем дивизионе в первом же сезоне финишировали в середине турнирной таблицы, как и обещал бельгийский тренер. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова